Ребятки, всем привет! Я к вам не с блогом, не с видео, а с новостями. Хочу поделиться с вами планами на ближайшее время, чтобы вы понимали, что вас будет ждать в ближайшее время и какие у меня вообще планы на мой канал, на другие мои социальные сети. Мне захотелось сегодня просто взять и поделиться с вами. Поэтому будет сегодня очень много новостей. Считайте. Первая самая главная новость касается Милы. Мила поправилась, у нее все хорошо, температура прошла и у нас появился новый зубик. Оказывается, все дело было в зубике. Все остальные первые зубики, которые у нее были, вышли спокойно, без вообще каких-либо проблем, без температуры, без всего. Но вот один какой-то попался капризный и температура у нее была под 39. И, конечно, нас перепугало. Тем более, еще я до этого сходила с ней погуляла. Сами понимаете, мысли миллион на эту тему. Поэтому я когда увидела, что у нее прорезается зуб, и так мне прям сразу стало легче. Но, в общем, эти три дня дались, конечно, сложновато. Но ничего, как говорится, это особенности. И она молодец, она стойко все это выдержала. Немножко, конечно, поплакала, пахныкала. Настроение было дурацкое. Но самое главное, что сейчас она снова веселая, бодрая и все хорошо. Вторая новость. Вторая новость по поводу видео. Что я планирую? Так как, сами знаете, я сижу целыми днями дома. У нас сейчас вторая волна. Нам запрещают выходить на улицу без маски. То есть вообще без дела, грубо говоря. То есть нельзя просто так поехать, если... ну просто даже поснимать. То есть если я захочу походить поснимать, то вероятность того, что меня полиция остановит и отправит обратно, очень большая. Поэтому я не рискую сейчас, дабы уж этой второй волне пройти, и попробовать уже начать снимать нормальные блоги, выходить за пределы. И я планирую сделать так, чтобы вам было интересно. И в первую очередь, чтобы было интересно мне, потому что я люблю свой канал. Вы это знаете для меня. Это моя отдушина. Это то, действительно, чем я хочу заниматься. И то, что мне нравится. Мне нравится обратно. Я отношусь, наверное, к тем блогерам, которые действительно кайфуют от съемки, кайфуют от монтажа, кайфуют от того, что узнают какую-то новую информацию. И в дальнейшем я планирую, конечно, развивать свой монтаж, делать его лучше, добавлять какие-то спецэффекты. Потому что мне самой нравятся такие видео смотреть у ребят. И мне хочется и вас тоже радовать. И благо сейчас для этого у нас кое-что появилось. Но это я вам расскажу во влоге. И я решила так, что я буду сейчас снимать влоги и делать влоги раз в неделю. То есть они будут выходить в субботу. Только влоги будут по субботам. И я буду снимать целую неделю. То есть это будет неделя влогов. И это будет, наверное, правильно. Потому что за неделю все равно что-то случается. Какой-то день я буду снимать, какой-то день я не буду снимать. Я буду вам это озвучивать, что, например, сегодня понедельник. И случилось там то-то-то. Мне кажется, это будет интересно и вам, что у меня происходит за неделю. И это будет интересно в первую очередь мне. Потому что иногда хочется с вами поделиться. А ты уже выпустил какое-то видео. И как это получается. Ну, знаете, накладками. А вот раз в неделю почему бы и нет. Поэтому я для себя приняла решение, что по субботам будут выходить влоги. Неделя влогов. То есть субботы по субботу я буду все это снимать, монтировать и выкладывать. И в остальные дни, во вторник и в четверг, будут выходить разговорные видео со мной на разные темы. И новость третья. Я сделаю для вас рум-тур. Я сейчас буду активно подготавливать дом к тому, чтобы сделать рум-тур. В общем, обзор дома. И все сделаю, подготовлю, так как мне нравится, чтобы вам это все показать. Так что это видео обязательно выйдет. Также у меня в планах еще есть тот же парочку видео, с которыми мне хочется поделиться. И новость четвертая. Это то, что сейчас я занимаюсь спортом. Уже, вы знаете, я уже во влоге говорила, что мы купили белый тренажер. И новость заключается в том, что когда был праздник Лакшми, вы это видео тоже увидите, я его смонтирую. Я решила все-таки примерить свои старые сальвары, которые были куплены практически как я приехала в Индию. И я в них влезла, ребята. Я в них влезла немножко. Они мне еще тесноваты. Совсем чуть-чуть. Прямо вот маленький процент. Но я в них влезла. И у меня возникла идея снять для вас видео моих сальваров. Потому что у меня их много. И показать их, как они выглядят. Так что будет обязательно видео с моими сальварами. Также будет видео моих тренировок. Потому что я могу уже сейчас поделиться. То, что за две недели у меня ушли сантиметры в руках. У меня ушло 3 сантиметра. 3 сантиметра. И я безумно этому радуюсь, что это помогло мне влезть в мои сальвары. Так что будет обязательно это видео. Я планирую также заснять видео про сальвары. Сари. Очень мне уже хочется. Вот. И новость пятая. Новость пятая, ребята, заключается в том, что я сейчас активно веду инстаграм. И для меня эти две площадки, ютуб и инстаграм, являются самыми важными. Мне также хочется и тексты писать. Потому что я очень люблю это дело. Мне очень нравится писать. И многие из вас знают, что у меня есть мои стихи, мои рассказы, которые я мечтаю когда-нибудь выпустить. Медленно-медленно я иду. Я в этом году уже вам озвучивала под Новый год свои цели и планы на этот год. Поэтому я все равно не оставляю надежды, что все-таки у меня получится выпустить свою книгу с последним рассказом. Потому что он для меня очень важен. Это последний рассказ, который читала моя мама. И для меня это, вы знаете, как дань тоже ей, чтобы ее мечта в этом плане тоже осуществилась. Прощу прощения за эмоции. Вот. Я до сих пор борюсь с этим эмоциональным фоном. Но я уже на правильном пути. Также у меня есть... Я могу сразу сказать, что я уже отдала девочке разрабатывать обложку. На днях она мне прислала... Не мне, а просто выложила наброски, которые она начала делать. И мне они нравятся. Так что поживем, увидим, посмотрим, что будет дальше. И сейчас новость номер... У нас просто погода постоянно меняется. Давайте нужно тут под цвет подстраиваться. Давайте я тут поближе к окошку подойду. Новость номер 6 заключается в том, что... Так как вы знаете, сейчас все закрыто. Мы не можем ничего сделать. Но я все равно сейчас работаю над тем, чтобы когда откроют границы, когда можно будет что-то отправлять по почте. Вот, я планирую сейчас сделать кое-какие конкурсы. И когда уже все будет возможно отправлять, то запустите эти конкурсы. И мне кажется, это будет интересно и вам. И вы будете получать частичку Индии от меня. Поэтому, в общем, я сейчас не сижу на месте. Я работаю. Седьмая новость заключается в том, что... Ну, вы знаете, что в октябре я вам озвучила. У меня были проблемы с моим состоянием. То есть депрессия и все остальное. Но я могу сейчас сказать, что большую часть я уже победила. То есть где-то остается процентов 40 мне выйти из этого полностью состояния. И это, конечно же, не дается так легко, как хотелось. Потому что я не работаю с психологами. Я работаю сама с собой. Иногда у меня бывают такие моменты срывов. Но, опять же, я сейчас чувствую большую ответственность перед своей семьей. Большую ответственность перед самой собой, в первую очередь. И также ответственность перед вами. Потому что вы на меня подписаны. Вы ждете моих видео. Вы ждете моих постов, кто подписан на меня в Инстаграме. Поэтому, кому будет меня мало на Ютубе, обязательно подписывайтесь сейчас на мой Инстаграм. Я выставляю посты каждый день про жизнь, про нашу семью, про какие-то мои моменты. То есть там каждый день я появляюсь. Каждый день я появляюсь в сторис. Поэтому, кому это тоже интересно, оставайтесь там со мной. И у меня там есть очень много разных рубрик, которые мне интересны. И там есть угадайки про нашу семью. Там будут скоро про Аюрведу. Также я каждое воскресенье провожу совместные прямые эфиры с девочками из разных штатов в Индии. Которые просто любят Индию. Ну, в общем, на разные-разные темы. Астрология, Аюрведа, фотография. Ну, в общем, свадьбы. Разные-разные тематики. Все это сохраняю. Так что можете зайти. То есть, как бы сейчас для меня вот эти два варианта, они очень важны. И многие скажут, типа, блогерство, что это такое, идти работать. Ребята, я пока не могу пойти работать. По крайней мере, по своей профессии я точно не пойду работать в Индию. Потому что, ну, меня здесь не возьмут эту профессию. То есть, переучиваться на что-то другое я не хочу. Потому что, ну, как-то я пока не вижу себя ни в какой профессии, кроме этой. И из того, что я пока еще не имею оси карт, я не могу пойти работать. Поэтому, как бы, мне приходится сейчас находить варианты именно, как бы, вот, ну, осуществлять свою мечту. Почему нет? И мне это очень нравится. Мне нравится вам делиться и рассказывать про Индию, про то, что происходит. Но и долгожданная восьмая новость. Восьмая новость заключается в том, что мы недавно разговаривали с Инджу. И он сказал, что он будет появляться в кадре. Но он будет появляться в кадре на выходных. То есть, скорее всего, это будут влоговые видео. Потому что влоги будут выходить по выходным. И когда он будет свободен. А он свободен бывает только теперь по выходным. Суббота-воскресенье. Он работает сейчас каждый день из дома, онлайн. Поэтому, как бы, я его не трогаю в течение дня. Только вот по выходным, как говорится, я могу его затащить в кадр. Поэтому мы будем появляться с ним вместе в кадре. Но, как бы, он будет периодически там появляться. Просто еще раз говорю, как бы, поймите, войдите в наше положение. Сейчас наш бизнес закрыт. И нам нужно как-то выживать. Потому что непонятно, когда это все заработает. Когда это все станет на ноги. И сейчас мы не можем полноценно, как бы, ну, зарабатывать на том, на чем мы зарабатывали. Поэтому мы сейчас ищем другие варианты. И я могу, честно сказать, я рада немножко тому, что у нас случился этот вирус. Не бейте меня сильно. Но правда, потому что это включило все ресурсы, включило мозг, включило мое сознание. То, что нужно что-то делать, не стоять на месте. И тот отклик, который я сейчас получаю и здесь, и в Инстаграме, для меня это прям вот огромный-огромный стимул идти дальше, развиваться. У меня куча идей. У меня огромное вдохновение. И это действительно движет меня только вперед. Ну, пожалуй, наверное, все. Все эти новости, которые сейчас являются номером один, которые для меня, все эти новости, воедино сложенные, которые мне действительно очень интересны. Поэтому я буду очень рада, если вы останетесь со мной. Очень рада новеньким. Спасибо большое, что вы подписываетесь. Обязательно пишите комментарии. Я обожаю их читать. Даже если вы просто мне напишите «Добрый день», мне и то будет приятно. Поэтому не стесняйтесь, пишите, если вам есть что сказать или просто пожелать что-то хорошего. Не бойтесь делиться этим. Я, знаете, иногда ввожу такую привычку в себе. Я просто пишу своим любимым, близким людям, моему сердцу, моим друзьям просто иногда такие утренние сообщения с признаниями в любви, с признаниями того, что я горжусь, я рада, что они есть в моей жизни, благодарность им просто за то, что они рядом, поддерживают меня. Поэтому не бойтесь делиться, не бойтесь говорить кому-то лишний раз, как вы к ним относитесь, потому что это очень важно. И это является, знаете, даже когда я это говорю, я записываю им эти аудиосообщения в WhatsApp, и первая реакция у них была, знаете, мне так нравилось. Они мне все время такие «Все нормально, у тебя все хорошо». Сейчас они немножко уже к этому привыкают, что периодически я так делаю, и я это делаю в искренние моменты, то есть когда я действительно чувствую, что мне хочется. Потому что тем самым человек, представляете, просыпается, открывает от вас сообщение, а там такое типа «Спасибо большое, что ты со мной, что ты меня поддерживаешь, я очень рада, что ты являешься моим другом или моим родственником». И что, ну такие вот, знаете, очень теплые душевные слова, которые идут от сердца, и я прям чувствую, как человек улыбается. И потом, когда я получаю ответное сообщение, у меня поднимается настроение, поэтому делиться позитивом – это всегда отдача себе, же самому этого позитива. Это вот я на 100% знаю, поэтому пишите комментарии, делитесь этим видео с другими. Как говорится, давайте делать наше сообщество больше, и я буду очень рада, если нас станет еще больше, вы будете радовать меня. Я буду стремиться радовать вас, но мы в видео, и я все-таки верю, что однажды нам разрешат выйти, и я поснимаю вам очень много всего. И у нас уже в планах есть поехать. Ну и, кстати, вот девятая новость, да, у нас есть в планах съездить к нашим друзьям, они нас зовут, они нас ждут, но мы прекрасно понимаем, что наш штат закрыт, мы не можем выехать. Поэтому у нас, конечно, в планах есть съездить к ним в гости, поснимать, потому что там действительно есть что поснимать, что рассказать. И я сейчас просто сижу и, знаете, иногда думаю, почему я это не снимала, почему я это не снимала. А сейчас я так хочу снимать, я так хочу делиться, и мне, знаете, у меня сейчас прошло стеснение, у меня прошло ощущение, что, ой, ну а что там подумают? Мне действительно сейчас нужно просто, вы знаете, всю информацию выплеснуть на вас, чтобы вы вот прямо, посмотрев мои видео, погрузились в Индию, погрузились в свою мечту и загорелись желанием, чтобы у вас нашлись возможности приехать, когда граница откроется. Потому что я очень знаю, что многие мечтают, и я считаю, мечты нужно осуществлять. И несмотря на то, что сейчас, ребята, карантин, на то, что у нас сейчас встал бизнес, видите, мы не стоим на месте, мы ищем варианты, мы двигаемся. И я верю, искренне верю в то, что сейчас все получится. Если еще год назад я в эту дату вообще не верила в себя, не верила, что это кому-то будет интересно, что я буду интересна, и вообще, что все как-то, ну, не складывается. То есть я думала всегда с негативным моментом, то сейчас, год спустя, я искренне улыбаюсь, искренне говорю вам, что все возможно. Просто нужно в это поверить, нужно поверить в себя, нужно поверить в свои силы. И несмотря на то, что бывают какие-то моменты, я думаю, что нет, все, я сдамся, я не дойду до своей цели, я вижу свою цель. Я впервые за столько лет вижу свою цель, и я хочу до нее дойти. Для меня это очень важно, и в первую очередь я хочу доказать самой себе, что я могу, что я сильная, что я что-то могу в этой жизни сделать хорошее для себя, для своей семьи, для окружающих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!